этот цветок называется спатифилу еще его второе название женское счастье это одно из самых популярных комнатных домашних растений которые являются не капризным и не особо требовательным и знаете я задалась вопросом почему этому цветку дали такое название женское счастье так вот своим названием он обязан народной молве который и приписала ему множество мистических свойств ну например если этот цветок приобретет одинокая женщина то вскоре она обретет свое женское счастье или если у вас дома рассвел спатифилу то очень скоро у вас может появиться малыш или же если у вас доме часто происходят скандалы ссоры то этот цветок будучи очень чувствительным к счастливой обстановке дома может начать вянуть сохнуть и даже погибнуть но правда это или нет можно узнать только из личного примера поэтому заводите этот цветок и пишите мне что у вас поменялось и что у вас произошло однако тема видео сегодня пересадка спатифилума я расскажу и покажу как это сделать я очень рада вас видеть снова на моем канале о цветах это светлана и первый вопрос который возникает это надо ли пересаживать спатифилум и ответ на этот вопрос до пересаживать спатифилум нужно и вполне регулярно ну конечно же это не значит что спатифилум нужно пересаживать ежемесячно однако есть ряд определенных признаков по которым легко узнать требуется ли пересадка спатифилума или нет и признаки эти следующие и самый очевидный признак это если на поверхности почвы стали появляться корни это значит что корневой системе стало тесно в горшке еще один признак это если вы раздвинете листья и обнаружите что внутри нижние листья усыхают еще один признак это если растение очень плотно сидит в горшке и тем самым не дает молодым отросткам расти и развиваться также признаком может быть то если грунт в горшке сбился в плотный ком тем самым он не дает доступ к кислорода к корням растения ну и последний признак это если ваш спатифилум давно уже не цветет конечно же все эти признаки относятся только к здоровому растению но помимо признаков может быть еще и причина например у меня это пересадка покупного растения период карантина у него закончился и сейчас наступило время пересадки и тут возникает вопрос когда и как часто нужно пересаживать спатифилум как и большинство остальных комнатных цветов спатифилум лучше всего пересаживать весной ведь это именно то время года когда растение просыпается от зимнего сна и готова к активному росту и развитию и так как пересаженную цветку очень нужно хорошее освещение то именно весной с увеличением светового дня цветок и может это получить и так когда пересаживать растения мы разобрались а вот частота пересадки зависит от возраста спатифилума молодое растение до трех лет например вот это вот нужно пересаживать каждый год ну а взрослые растения достаточно пересаживать один раз в два-три года и еще один вопрос можно ли пересаживать спатифилум когда он цветет и ответ пересаживать во время цветения не нужно лучше дождаться когда цветение закончится и причина этого то что спатифилум отдает все свои питательные вещества на развитие бутонов сил на восстановление совсем мало а пересадка это большой стресс и если неосторожным движением во время пересадки вдруг будет нарушена корневая система то может случиться следующее кончики листьев могут пожелтеть нижние листья могут завянуть а сами бутоны могут почернить или просто осыпаться и кстати вполне вероятно что спатифилум снова зацветет нескоро если вообще зацветет поэтому лучше не торопиться но с моим цветком совершенно другая ситуация как правило большинство покупных цветов перевозят транспортировочном грунте а это и не грунт вовсе это просто легкий субстрат который состоит из мха опилок и различных компонентов обычно производители напичкивают его добавками чтобы хватило на переезд и продажу но когда действие добавок кончается то это грунт в сущности просто пустышка и его конечно же нужно менять поэтому пересадка цвету цветку жизненно необходимо и следующий вопрос который возникает это как правильно подобрать горшок для спатифилума и главная ошибка которую делают цветоводы это они берут большой просторный горшок в результате цветок начинает активно осваивать новое пространство и наращивать к свою корневую систему и на цветение у него просто не хватает сил поэтому горшок нужно подбирать лишь на немного больше предыдущего и самый оптимальный размер если диаметр нового горшка будет всего лишь на 2-3 сантиметра больше предыдущего и сейчас я вам покажу как его подобрать вот вы видите мой спатифилум и вот это тот горшок в который я его пересажу казалось бы разница очень большая этот горшок маленький а это горшок очень большой однако проверяем разницу горшка следующим образом просто вставляем горшок с растением в новой и смотрим разницу в моем случае разница составляет около сантиметра кстати еще хорошо что новый горшок чуть выше видите разницу да чуть выше предыдущего и так с размером разобрались что еще важно в горшке это наличие дренажных отверстий лишняя влага не должна застаиваться так как это может привести к загниванию корневой системы применение дренажа обязательно и в качестве дренажа можно использовать керамзит разного размера и следующий вопрос какой грунт нужен для спатифилума и так как в природе спатифилумы растут тропических лесах а почва богата там органикой то для выращивания ему нужна плодородная земля и самый идеальный и оптимальный состав земли это смесь дерновой и листовой земли перегноя торфа и песка если у вас нет отдельных компонентов то в магазине можно купить уже готовый подобранный грунт с надписью на пакете для ароидных растений так как спатифилум является ароидным растением но если таковой земли в магазине не найдется то можно землю смешать самостоятельно причем за основу взять универсальный питательный грунт можно добавить немного в него торфяной земли и мог мог хорошо удерживает влагу но опять же это добавка не обязательно и если нет песка то замена ему может послужить вермикулит вот и все составляющие остается только смешать и готово и так давайте займемся пересадкой итак смотрим составляющие компоненты которые необходимы для пересадки сам цветок это новый горшок который мы уже подобрали с дренажными отверстиями это керамзит кстати этого количества вполне достаточно для такого горшка у меня есть универсальная земля вот она такая это универсальный питательный грунт у меня есть немного торфяной земли смешаны с перегноем у меня немного есть мха но опять же мха нужно совсем немного ну и честно говоря это не обязательно добавка так что если у вас нету то не расстраивайтесь и вместо песка я добавлю вермикулит вот представляет собой вот такую интересную замечательную смесь и так самое главное и самоответственно это аккуратно вытащить наш цветок из горшка вот чтобы он легко вытаскивался нужно его немножко пролить водой я уже его пролила а вот теперь нужно взять нож и пройтись аккуратно по контуру по контуру горшка но не задевая ни в коем случае не задевая корневой системы аккуратно листочки все подвинем и вот так проходим проходим по всему контуру это делается для того чтобы он потом легко вышел из горшка так все теперь берем за низ аккуратненько и вынимаем так как это у меня транспортировочный грунт он очень легко вышел вот смотрите вот хорошая корневая система никаких повреждений или никаких гнилых корней нету если вы увидите подгнившие корни они вот такие склизкие и мягкие то их нужно обрезать до живой ткани так как это транспортировочный грунт то мне конечно нужно по максимуму избавиться от вот этого от этой пустышки поэтому вот так аккуратненько обтряхиваем но не повреждая корневой системы если не обтряхивается то не трогайте проходимся очень нежно у меня корневая система полностью все заплела поэтому я сильно тут усердствовать не буду и так вот в таком виде я его и посажу теперь готовим сам грунт для посадки берем горшок засыпаем наш керамзит разравниваем его вот смотрите керамзита приблизительно 12 сантиметра должно быть вот тогда обеспечивается почве хороший дренаж и так следующим моментом добавляю универсальный грунт это вот все смешивание можно делать в отдельной емкости но я предпочитаю это все дело сразу в горшке так насыпаем грунт закладываем сюда перегной с торфом немного засыпаем муха совсем немножко много не надо достаточно и фермикулита вот вот такая смесь у меня получилось сейчас вот это я раз разорву кусочки чтобы они были помельче вот такой грунт смотрите такой замечательный грунт у меня получился и вот теперь вот вот в этот грунт нужно будет посадить наш цветок вот чтобы тут смотрите вот сам сам цветок представляет вот такой объем поэтому если сейчас просто поставлю да то он будет выходить за границы поэтому что я сделаю потому что здесь немного много грунта я его отложу него отложу еще и вот сюда уже будем пересаживать наш спати филом и и так так момент еще нужно нужно вот для чего горшок должен был быть выше потому что поверхность цветка должна быть ниже поверхности высоты горшка и так принципе неплохо но можно и еще чтобы сделать еще глубже соответственно нужно немного подкопать еще землю с 1 горшка и так вот у нас что получилось все замечательно вот теперь вот в эти полости вот в эти после нужно аккуратно так решочки туда внутрь заправляем в эти полости нужно аккуратно добавить грунт причем добавлять его лучше по контуру потому что если вы будете добавлять с одной стороны то он перекосится он цветок не будет находиться в центре аккуратно добавляем по всему контур и вот так засыпаем и немного утрамбовываем и так в результате вот что получилось смотрите горшок ему совершенно небольшой тем более что он будет расти и новые отростки будут прекрасно развиваться вот такой цветок не забудьте что его обязательно нужно после пересадки полить уход за спати филом после пересадки следующий первые три-четыре дня его не нужно поливать его нужно как можно чаще опрыскивать и самое оптимальное опрыскивать это два раза в день ну конечно же по возможности его не нужно ставить рядом с батареей отопления его не нужно ставить на южные окна то есть на те окна на которые светит солнце потому что если солнечные лучи будут попадать на листья то это может вызвать на листьях ожог и также его не стоит ставить в тень потому что иначе все молодые листочки будут расти мелкими и слабыми благодарю вас за просмотр если вам понравилось видео пожалуйста поставьте лайк задавайте вопросы в комментариях и подписывайтесь на мой канал здесь будет еще много интересного о цветах и не только